Главным скаутом России на ближайшие три года стал екатеринбуржец Всеволод Кривцов. Такое решение было принято голосованием в ходе прошедшего в Екатеринбурге Совета Братства Православных Следопытов России. Эта организация считается самым крупным православным подростковым сообществом страны. Братство Следопытов имеет 30 региональных отделений и более 150 скаутских отрядов, объединяющих 2000 юных россиян. Скаутское движение в нашей стране началось более века назад, в 1909 году. После Октябрьской революции оно продолжилось и разрослось до всесоюзной пионерской организации. Третье свое перерождение скаутская организация получила уже в виде православного братства в 1991 году по благословению патриарха Алексея II. В русском языке слово скаут имеет два синонима – следопыт и разведчик, и сегодня все эти три определения имеют равнозначное хождение. Что привлекает подростков в скаутском движении? Да то же самое, что и в пионерском – возможность почувствовать себя взрослыми и самостоятельными. Скауты, как заправские туристы, получают удовольствие от многодневных походов, умеют в дождь развести костер, поставить палатку или соорудить шалаш, наловить рыбы или найти пропитание в лесу. Они умеют вязать морские узлы и управлять парусными лодками, оказывать медицинскую помощь пострадавшим. А еще они хотят быть полезными обществу, заботиться о старых и больных, сохранять природу, наводить порядок в общественных местах. В общем, делать все то, что большинство их сверстников, сутками просиживающих в интернете, если и знает, то только из видеороликов или компьютерных игр. В Екатеринбурге движение православных скаутов зародилось в 2009 году, как раз благодаря Всеволоду Кривцову, и сегодня он насчитывает уже 28 отрядов. Братство православных следопытов крепнет, фундамент у нее мощный, корни у нее глубокие, и мы с верой Бога будем продолжать наше большое дело. Субтитры создавал DimaTorzok